Открытая студия Федерал Пресс продолжает свою работу на международной туристической выставке И мы продолжаем говорить о туристических трендах и итогах туристического сезона И у нас в гостях полномочный чрезвычайный посол Шри-Ланки в Российской Федерации Джанита Абей Викрема Ли Янги Здравствуйте Сейчас между Россией и Шри-Ланкой существует визовый режим Если вы идете в Шри-Ланку, вы можете получить онлайн-визу Итак, да, существует визовый режим Для посещения Шри-Ланки требуется виза, которую можно получить онлайн или по прибытию Онлайн делается виза в течение одного дня, даже нескольких часов По прибытию она делается очень легко в аэропорту Нет никаких проблем, потому что Россия и Шри-Ланка дружественные страны И много лет отношения между нашими странами носят дружественный характер И ничто не может их разрушить Шри-Ланка считает Россию как хорошего друга И мы приглашаем всех россиян посетить наш прекрасный остров Некоторое время назад были разговоры о том, что Шри-Ланка может сделать визу для россиян бесплатной Удалось ли реализовать эту идею и воплотить ее в жизнь? Да, действительно есть визовый сбор, но он настолько минимальный, что мы думаем, что все могут его себе позволить Он чисто символический Но тем не менее этот вопрос все еще находится на рассмотрении Но пока в настоящий момент мы считаем, что это не станет препятствием И сбор совершенно символический В этом году ощутили ли вы глобальное увеличение турпотока из России в Шри-Ланку? И тогда действительно в начале года мы наблюдали снижение числа туристов, прибывающих в страну В связи с событиями, происходящими на нашем острове Но потом, летом, в июле ситуация стабилизировалась Сейчас я могу официально заявить с полной уверенностью, что посещение острова абсолютно безопасно Никаких сложностей с посещением страны у туристов сейчас возникнуть не может Обстановка совершенно спокойная И мы видим увеличение числа туристов Вообще я хочу сказать, что проблема с уменьшением турпотоков касается не только Шри-Ланки и России Это глобальная проблема на сегодняшний день Но что хорошего я хочу отметить в нашем направлении Что прямые рейсы начинают с 9 октября Аэрофлот на Шри-Ланку И с ноября Азур-Эа также планируют осуществлять прямые рейсы Поэтому 7 дней в неделю будут прямые рейсы на Шри-Ланку И мы думаем, что это хорошая возможность для всех граждан России посетить наш чудесный остров Кроме туристических потоков, какие еще точки роста в каких сегментах экономики есть у наших стран? Итак, много сфер существует, где мы можем развивать наши отношения В первую очередь это сфера образования, сфера торговли Это помимо туризма, о котором мы говорили Много продуктов производится в Шри-Ланке, которые могут представлять интерес для российского рынка Это кокосовая продукция, специи, визиновые изделия, шины автомобильные и прочие промышленные шины Ювелирные камни, драгоценные изделия, чай Россия является топовым рынком для цейлонского чая И еще возвращаясь к вопросу о сотрудничестве в сфере образования Я хочу сказать, что много, очень много ланкистских студентов приезжают в Россию получать высшее образование Мы налаживаем сотрудничество между ланкийскими университетами и очень большим количеством российских университетов Также студенты совместно производят научные разработки Программа обмена студентами работает И ланкийское правительство отдает приоритет развитию сотрудничества в сфере образования Мы получали наши студенты стипендики государственные от СССР Теперь они их получают от России Также нам предоставляет российское государство И второе направление – это торговля, экономическое сотрудничество На фоне спецоперации, которые проводит Россия на территории Украины Многие государства либо прекратили, либо заморозили взаимоотношения с Россией Тем не менее, у Шри-Ланки остаются теплые отношения с нашим государством Опираясь на какие аргументы вы продолжаете взаимодействовать с Россией И не опасаясь того, что будут наложены санкции, например Наши отношения достаточно сильные и носят дружественный характер на протяжении очень долгого периода времени Наши страны очень близки друг к другу даже по духу И наша страна, конечно, испытывает влияние других стран Но мы стараемся держать нейтралитет и поддерживать Россию там, где можем Особенно, как я говорила, налажено очень хорошее сотрудничество в сфере образования, торговли, туризма Мы сейчас ведем переговоры о поставках топлива для нашего острова из России О поставках удобрений, пшеничной муки и многого другого И мы не хотим бросать Россию Мы хотим сохранять отношения так долго, как это возможно Это был полномочный чрезвычайный посол Шри-Ланки в Российской Федерации Джанита Аби Викрема Ли Янге Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова